Машина возит тело, а мотоцикл душу. Именно так считает Михаил, байкер из Устилимска. Мотоцикл, на котором байкер участвует в шоу, он за полгода собрал своими руками. Из вещей, которые трудно представить в роли автозапчастей. Детали от противогаза, душа и огнетушителя. Изменяли все. Все, что можно, изменяли. Но это просто такая машина, то что, может, и хотелось быть хорошей, но бюджет не позволяет. Так что выходим из положения вот таким образом. Вот это огнетушители. Вон там колесо от москвича. А кто-то предпочитает автомобили, причем раритетные. Свой 401-й «Москвич» 1956 года выпуска Лев Михайлович получил от друзей из Украины. Машина, говорит автолюбитель, находилась в жутком состоянии. Реставрация заняла два года. Это просто радость, просто удовольствие. Иногда сесть, проехать, посмотреть. Людям достает радость себе. Просто радость и все. Современные гоночные мотоциклы и автостарина, квадроциклы и мопеды. Одной колонной проехали по улице Мустилимска к ДК имени Наймушина, где и был дан старт программе «Байкер-шоу». Все началось с представления ретро-автомобилей. Автомобиль «Москвич 401-й». Это самый старый автомобиль в нашей колонне, но по нему не скажешь. Запорожец, наполненный вещами советского времени, от вымпела с изображением Ленина до патефона. Москвичи, Волги. Каждый желающий мог не только полюбоваться, но и сфотографироваться с понравившимися раритетами. Дальше – выход байкеров. Целью последующих конкурсов было дать возможность байкерам показать ловкость и сноровку. Среди номинаций – езда с закрытыми глазами и, вопреки тому, что байкеры обычно показывают на улицах, самое медленное движение. Вы запомнили, да, куда упала картоночка? Организаторы байкер-шоу надеются, что оно придаст ускорение устилимским любителям техники. И у них появится желание принять участие в аналогичных областных и российских соревнованиях. Павел Малыгин, Светлана Шеребкова. Новости сейчас. Павел Малыгин, Светлана Шеребкова. Новости сейчас.